МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пролил свет на темные дела Вашингтона. Какой правдой не прощает американская демократия? И за что Джулиану Ассанджу грозит 175 лет тюремного заключения в США? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это таблица Менделевой. Здравствуйте. Дело близится к развязке. В истории Джулиана Ассанджа попытались поставить точку. В Лондоне прошло заседание суда по делу об экстрадиции в США основателя Викиликс. Однако решение пока не вынесено. В ходе заседания судья Джонсон уточнил у представителей МВД Великобритании, может ли Ассанджу потенциально грозить смертная казнь в случае его выдачи США. Да. И это важный момент, так как британское законодательство запрещает экстрадицию заключенных в страны, где им может грозить высшая мера наказания. Меня смущает роль Великобритании в этом деле. Насколько я понимаю, его никогда не обвиняли в преступлениях в Соединенном Королевстве. И все же правительство Великобритании его задерживает. Удерживает журналиста, не предъявляя ему обвинений. Еще до заседания Высокого суда Лондона на планете начали вспыхивать масштабные акции в поддержку журналиста. Лозунги идентичные «Свобода Ассанджу» и «Журналистика не преступления». Демонстрации охватили Лондон, Париж, «Голуби вверх» полетели в Риме. На Западе, вероятно, вновь запутались в формулировках «нападки на демократию» и «свобода слова». Под прицелом судебного преследования в ожидании выстрела на фоне желания США умстить журналисту до последнего Ассандж находится с 2010-го. Именно тогда сайт WikiLeaks, основанный для публикации секретных документов, приобрел широкую известность. Все из-за обнародования документов Госдепа и Пентагона, в том числе дипломатической переписки и сведений о военных операциях в Ираке и Афганистане. Среди них следующие кадры, на которых американские солдаты без разбора обстреливают безоружных мирных жителей и журналистов в Багдаде. С тех пор Ассандж для одних стал безусловным героем. Я бы хотел, чтобы Ассандж был на свободе. Я не понимаю, почему он в тюрьме. А для США – многолетние непроходящие мигренью. К слову, никто из причастных к атаке так и не был осужден. Но подобное разоблачение в Вашингтоне стерпеть не смогли. А осудить решили Ассанджа. В том же 2010-м начали расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже. Журналист поспешил перенести сервер сайта в Швецию, приехал туда и планировал получить вид на жительство. Одним из этих требований было уничтожение наших архивов секретной информации, касающейся Пентагона. Но и там против него началось расследование и обвинялся в сексуальном насилии. Хотя сам Ассандж заявил, что эти обвинения являются политически мотивированными. Уехал в Лондон, судебные преследования продолжались. С 2012-го укрывался в посольстве Эквадора. Известно также, что спецслужбы США в это время разрабатывали план убийства Ассанджа. Но потом журналиста лишили дипломатического убежища и задержали. В 2019-м в британской тюрьме перенес инсульт и женился. Апогей свободы слова. Моя информация, опубликованная Ассанджем, показала военные преступления и нарушения прав человека во всем мире. У нас нет свободной прессы, пока Ассандж находится в тюрьме. У нас нет свободы слова, пока вы не можете держать паритет, мы не можем жить в свободном и открытом обществе. После атаки на первую поправку к американской конституции, которая гарантирует гражданам свободу слова, надежды на то, что западная эфемида прозреет, не остается. В штатах Ассанджу грозит до 175 лет тюрьмы. Там ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Покойся с миром. Американская свобода слова.